Глядя сейчас на результаты Лос-Анджелеса в турнирной таблице, фанатам этой самой команды наверняка хочется плакать Фанатам Лос-Анджелес Клипперс хочется, наверное, от этого факта радостно хлопать в ладоши Потому что в кои-то веки со старта Чемпа они обгоняют старшего брата на целых 7 позиций А Леброну Джеймсу персонально наверняка очень хочется поскорее избавиться от всей этой ситуации Однако, давайте будем с вами откровенно, если не брать в расчет последние 7 поединков, то во всех бедах практически команда из Лос-Анджелеса мы винили одного человека И имя ему Рассел Весбрук К сожалению, главным антагонистом в сериале под названием «Проблемы Лос-Анджелеса» долгое время выступал названный ранее Рассел Весбрук Игрок, чей прайс по контракту составляет 47 миллионов долларов на текущий чемпионат, а набор навыков и уровень принятия правильных решений Явно не соответствует ни той цене, которую за него платят, ни той статистике, которую со старта чемпионата выдает черепашка Однако, чтобы опять же разобраться во всей ситуации целиком, давайте двигаться по порядку И да, я не собираюсь сегодня критиковать Броуди, как это делают абсолютно все остальные Ведь куда лучше, согласитесь, погрузиться в историю и попытаться понять, что до Рассела Весбрука в лиге уже был очень похожий на него игрок Чьи ошибки прошлого обязаны показать Расселу, по какому пути ему стоит двигаться дальше И давайте, в общем-то, во всем этом разбираться Но прежде чем мы с вами продолжим говорить о неприятных новостях о Лейкерс, давайте поговорим о приятностях Тем более, такие новости и есть от моих друзей из Фанки Данки Во-первых, сегодня 11.11.22, а это значит, что ребят проходит прямо сейчас распродажа в честь Всемирного дня шопинга Только один день, реальные скидки до 50% Во-вторых, у ребят на сайте появился отличный сервис с долями, который позволяет разбивать покупку товаров на 4 равные части Никаких договоров, никаких дополнительных процентов и никаких переплат Выберете товар и платите исключительно за него Сервис распространяется на все товары на сайте стоимостью от 1500 рублей до 30000 рублей суммарно И товары со скидками, как вы понимаете, тоже можно покупать через сервис с долями В-третьих, ассортимент на сайте Фанки Данки продолжает пополняться Пополняться эксклюзивными моделями повседневных кроссовок Баскетбольными кроссовками, баскетбольными кроссовками, между прочим, больших размеров, которые вы так давно просите И, конечно же, ассортиментом одежды Поэтому прямо сейчас я вам крайне рекомендую переходить на сайт Фанки Данки Затариваться баскетбольным и не только баскетбольным стафом по супер приятным ценникам И, самое главное, не забывайте про мой классический промокод ТОП Баскет Который дает 15% скидку с 11 по 14 ноября Все необходимые ссылочки и промокоды я оставляю для вас в описании Но теперь давайте продолжать Прошлым летом Лос-Анджелес Лейкерс отчаянно пытались избавиться от Рассела Весброка Но в итоге так и не смогли придумать такой трейд-пакет и палитру плюсов под Рассела Чтобы убедить хотя бы одну франшизу в ассоциации согласиться на данный обмен В итоге игрок, которого команда явно не планировала иметь у себя в ротации перед началом сезона Не только остается в составе, но и оказывается более чем сильно вовлеченным в игровые схемы Дарвина Хэма Что приводит к циклу шатин фулл хайлайтов, поражениям коллектива, столкновениям с тренерским штабом И в конечном счете изгнанию на скамейку запасных О чем слухи ходили еще на самом деле в межсезонье Однако, если для современных любителей NBA вся эта ситуация выглядит не более чем наказание для неисправимого раса То вот для более зрелой части аудитории все это слишком сильно напомнило историю другого 34-летнего парня Чья карьера на заре выстраивалась на исключительном атлетизме Скорости, много ломающих кроссоверах и бунтарском нраве Догадались, о ком я сейчас говорю? Конечно же, об Алене Аверсоне Прошло достаточно много времени с тех самых пор, как Ансвер был на вершине своей карьеры в NBA Его слабая защита всегда была проблемой Но благодаря атакующим способностям фронт-офис у Филадельфии удавалось это компенсировать и находить компромиссы Однако, годы у каждого забирают свое Своё они забрали И у Алена Аверсона Спустя 13 лет с момента дебюта в NBA бунтарь Айви слабо походил на себя прежнего Скорость была уже не той Возможности создавать те моменты для атаки, что он делал ранее, уже в силу травмы и потери атлетизма больше не имелось Но черт подери, он продолжал пытаться делать то, что делал 10 лет назад И теперь скажите, похоже ли это на историю Рассела Весбрука? По мнению многих аналитиков, да Последнюю главу карьеры Аверсона в NBA вряд ли получится назвать счастливой До резкого спада в конце карьеры Аверсон был суперзвездой в Филадельфии на протяжении целого десятилетия Он был лицом франшизы и одним из лучших игроков в истории лиги Однако, когда ему стукнуло 30 и стало понятно, что команда нуждается в переменах Аверсон потребовал обмена И Сиксерс в конечном счете удовлетворяют его запрос Отправляя Ансвера в Denver Nuggets Где, будучи вторым лучшим на тот момент бомбардиром лиги Он объединяется с игроком, который занимал первую позицию в этом самом рейтинге на тот момент Кармела Энтони И чья карьера, между прочим, точь-в-точь повторяла путь Аверсона до прихода его в Портланд Ну, понятное дело, не Аверсона в Портланд, а Кармела Энтони в Портланд Пару лет спустя Наггетс под предлогом обновления ротации Хотя, скорее всего, из-за постоянных скандалов Нежелание выдавать новый контракт Ансверу и его травмированной спины Обменивают его в Детройт на Биллапса, Магдиса и Шейха Самбо Что оборачивается настоящей катастрофой Как для команды, так и для Мистера Ответа Дело все в том, что ГМ команды Поршней Джо Дю Марс Выменивая себе ветерана Айви Рассчитывал изначально на то, что их сотрудничество Не станет продолжительным И что одновременно с этим роль Алина в игре Будет исключительно менторская и на укороченных минутах Этой же самой позиции придерживался и тренер команды Майкл Карри Который в большей степени позволял в стартовой ротации появляться родни стаки По итогу, 3 апреля 2009 года фронт-офис клуба объявляет о том Что Ансвер не будет выступать за команду в сезоне 2008-2009 Ссылаясь на банально травму спины у игрока Хотя, мы да с вами знаем, что еще за два дня до этого официального обращения Сам Ансвер рассказал в интервью, что не собирался мириться с ролью запасного игрока Которую ему придумал Майкл Карри И именно поэтому их пути с Детройтом и разошлись Далее наступает 10 сентября 2009 года Где наш герой волею судьбы оказывается в Мемфисе Но и здесь, сыграв всего лишь три поединка Ансвер наотрез отказывается от роли игрока второго юнита На чем его появления на площадке резко прекращаются Команда объявляет о разрыве контракта на взаимных условиях И затем наступает период в финальной Филадельфии Где Ален Аверсон и завершит свою игровую карьеру Как вы понимаете, резкий спад атлетизма Отразившийся прежде всего на навыках В сочетании с отказом хотя бы немного адаптироваться под новые реалии Буквально за несколько лет превратили Ансвера из главной угрозы ассоциации В игрока, который стал вообще никому не интересен И по сути, ровно то же самое происходило с Расселом Вестброком до недавнего времени Он был настоящей суперзвездой в Оклахома Сити Тандер более 10 лет Он был лицом франшизы и одним из лучших игроков в истории ассоциации Когда ему исполнилось 30 и стало понятно, что в Оклахоме ничего не меняется Вестброк стал игроком открытым для обмена И Тандер в конце концов отправляют его в Хьюстон Где он объединяется с другим игроком All-Star уровня Джеймсом Харденом В Рокетс и с наличием Рассела в ротации Который в очередной раз закончил с трипл-даблом на борту прошлый чемпионат Все быстро идет наперекосяк, что вынуждает фронт-офис Хьюстона Отправить Рассела в Вашингтон Уизардс Плохой ли отрезок там проводит Броуди? Ну, на мой взгляд, нет По цифрам все было сопоставимо с его финальным сезоном за Оклу Однако, видя, что Расс сдает физически Продолжает играть без обороны И что, откровенно говоря, он слаб в ситуации без мяча в руках Руководство Лейкерс решает, что именно такой игрок им необходим для победы в чемпионате Какой катастрофой это обернулось для команды, я рассказывать, пожалуй, сейчас не стану Потому что нас интересует немножко другое Рейтинг оценки карьерных путей Рассела Вейсбруха и Аллена Аверсона от Basketball Reference подскажет Насколько близки эти ребята были на протяжении всех своих лет в NBA А тот же самый рейтинг Raptor и вовсе укажет на то, что у обоих игроков спад в карьере начался на втором десятке в лиге Что косвенно, но все-таки может говорить о растраченных ресурсах их организмов И невозможности более играть на том уровне, что был присущим ранее А по гейм же всей ситуации с Расселом считать можно поединок против Портленда Когда за 30 секунд до конца кирпичный джампер выпущенной Броуди не только решил исход этого матча Но и вынудил Леброна начать разбегать ручками Ну и еще, конечно же, позволил Дарвину Хэму заиметь карт-бланш на принятие сложных решений Во-первых, следующий матч по таинственным обстоятельствам Рассел пропускает Официальная причина звучит как рецидив травмы подколенного сухожилия Что достаточно забавно, потому что это была та самая травма, которую по мнению Весброка тот получил Из-за того, что Хэм выпускал его еще в предсезонке с Бенча И во-вторых, тот самый провальный поединок с Блейзерс ознаменовал для Черепашки новый этап в карьере В котором он смирился с новой ролью игрока второго юнита И больше не закатывает истерик, я надеюсь, этого больше не произойдет Как в свое время это делал Ален Айверсон Каким образом это отразилось на его игре? Ну, давайте расскажу В 7 последних матчах Черепашка набирает по 19, 3 очка, 5,3 подбора и 6,8 асиста Реализуя при этом более 51% бросков с игры и 48% из-за пределов дуги В сравнении, конечно, с теми играми, где нулевой номер пурпурно-золотых выходил в старте Это, согласитесь, прогресс колоссальный Плюс ко всему, это позволило команде и персональному Весбруку получить некоторые преимущества Рассел, несмотря на выходы со скамейки, получает теперь больше игрового времени Да, цифра эта несущественная, но все-таки она больше И поэтому мы имеем право об этом упоминать К тому же, если ранее, на протяжении большей части своей карьеры Весбрук играл где-то между 35 и 50% своих минут со всеми 5 игроками стартовой ротации соперников То в этом сезоне данный показатель упал до отметки в 25% Что дает логично Расселу Весбруку возможность играть в комфортный для него баскетбол Против более слабых ротаций и получать от этого профит Конечно, да, решение убрать подальше от стартеров Рассела Весбрука Не очень сильно пока что помогает Лейкерс в плане побед Да и видя в целом то, как играет сейчас вся команда Обвинять только его одного во всех бедах Ну, просто язык не поворачивается Возможно, до сих пор наилучшим решением для всех Остается трейд Рассела Весбрука в любую другую франшизу в лиге Но если этот шаг и не спасет провально начавшийся сезон для Лос-Анджелеса Он хотя бы может фактически спасти-продлить карьеру Рассела Весбрука Имеется в виду не обмен, конечно же, поможет ему спасти свою карьеру А принятие новой роли И поможет ему попутно с этим избежать той самой истории Которой однажды прошел Ален Аверсон Его очевидная готовность взять на себя немного другую, сокращенную роль Это первый проблеск надежды на то, что он осознает, где он находится прямо сейчас Конечно, он все еще не сильно изменил свой игровой плейстайл Но если Хэм сможет убедить Броуди начать играть не только со скамейки, но и сможет привить ему принципы игры без мяча или в обороне То в таком случае мы точно сможем сказать, что ребилд карьеры Рассела Весбрука состоялся на отлично Все же в истории NBA существует немало примеров того, как некогда громадные звезды спускались с небес и долгое время проводили в качестве крутых ветеранов Винс Картер, Гранд Хилл, да даже Двайт Ховард, и тот подойдет для этого примера Поэтому я бы хотел пожелать Расселу Весбруку скорее перестроиться и адаптироваться к новой роли А вас, друзья, написать в комментариях, как вы относитесь к Рассу сейчас И считаете ли вы его единоличной причиной? Субтитры сделал DimaTorzok